Девочки, здравствуйте! Сегодня хочу вам рассказать о своей большой коллекции блесков для губ, также помад и бальзамов. У меня не такое уж огромное количество бальзамов, блесков, помад и поэтому они у меня помещаются все вот в такой вот интересной сумочке, такая интересная сумочка, она на молнии, я в ней храню все свои принадлежности для губ. Вот такая глубокая сумочка, тут она с кармашком, вот в такой небольшой сумочке у меня умещаются все мои блески и помады для губ. Так, и первое, с чего я начну, возможно, видео будет в двух частях, не знаю, как я уложусь. Первая часть тогда будет про блески, а вторая часть будет про помады. Вот в моем арсенале, конечно же, имеется таких вот два блеска для губ от Avon Super Shock. У меня они представлены в двух оттеночках, с оттеночками я с их ними не угадала, никак угадать не могу. Они уже в каталоге в основном отсутствуют и появляются, ну, довольно редко в распродаже. И никак мне не удается взять нужный для себя оттенок этого блеска, хотя сам блеск довольно очень неплохой. Что же есть в моем арсенале этого блеска? Это вот такой вот очень интересный цвет, он с блестками, он практически нюдовый. Это вот в таком вот оттеночке. Оттеночек называется элегантность лилового. Практически нюдовый оттенок, очень гигантская кисточка. У этих блесков Super Shock. Такая огромная кисть, больше ногтя. Сейчас я сделаю сводчик. Довольно неплохой блеск, но для меня слишком-слишком темный. Вот такой вот, очень темный. Он, ну, скорее, конечно, не нюдовый, больше он в какой-то сливовый, темно-сливовый оттенок. Распределить я его по своим губам не могу, он наносится очень плохо. Может быть, из-за такой большой кисточки. Такой вот интересный оттенок с блестками. Такой вот интересный первый мой блеск. Второй блеск Super Shock, это я брала уже второй раз, думала, попаду с оттенком. Надеялась очень, что он будет или перламутровый, или вот такой оттеночек у него. Это розовый шик. Думала, конечно, он будет с блестками, но блеск оказался абсолютно без блесток. Он практически как лаковый. У него такая же гигантская кисточка, просто огромная. И блеск почти как лаковый розовый оттенок, который мне тоже очень не подходит. Такой вот розовый блеск. Никаких блесток в нем нет. Наносится он также очень плохо. Может быть, с карандашом будет наноситься лучше. Но я такие блески носить не умею. Он практически как лаковый. Такие у меня два оттеночка из серии Super Shock. Следующие мои два блеска для губ не могла пройти мимо. Заказала их также в распродаже. Это вот такие малюпусенькие. Они такие маленькие. Тут всего 6 миллилитров. Вот эти, кстати, очень огромные блески. Тут по 12 миллилитров в Super Shock. Почти как две такие баночки. Из распродажных листков для представителей заказывала вот когда-то себе таких два блеска от Color Trend. Не могу вспомнить, какой они серии. Вроде Азбука Флирта. Азбука Флирта в двух таких оттеночках. Это прозрачный оттенок. И вот такой очень красивый нюдовый оттенок. Это оттенок Винг Кокетка. Не знаю, будет ли видно. Оттенок Кокетка. А это обычный прозрачный, без всяких блесток. Просто очень люблю, когда у меня лежат прозрачные, без всякого шиммера блески. Если ничего не хочется, намазал по-быстрому и пошел. Блески очень хорошие. Очень хорошо держатся. Вот это абсолютно прозрачный блеск. Без блесток, безо всего. Немножечко липкие. Ну, что вы хотите от молодежной серии. За то ли они в распродаже, то ли 50, то ли 60 рублей. И вот такой вот нюдовый. Имеет такую кисточку интересную. Кисточка маленькая. Вот такой нюдовый. Вот этот оттенок просто прикольный. Наносится тоже очень хорошо. Обалденный нюдовый оттеночек блеска. Без блесточек. Очень красивый. Может быть, закажу из Азбуки Флерта еще какие-нибудь блески. Пока что вот у меня таких только два. Таких только два блеска. Далее у меня имеется из серии тоже Эйвен, из серии Соблазн. Два вот таких блестка в двух оттеночках. Это мои самые наилюбимейшие оттенки. Первый оттенок это Игристое вино. Вот так вот. Сейчас я вам покажу. Игристое вино оттенок 6 мл. Просто обалденный блеск. Все вы про него знаете. Там вот так вот переплетаются несколько цветов. Прекрасно наносится. Прекрасно держится. Очень великолепный. Великолепный, замечательный оттенок. Нюдовый. Очень-очень красивый. Они не липкие. Потрясающе просто носятся. Одни из моих любимых. Вот такой вот у него цвет. Очень красивый. Бесподобный цвет. Такие цвета мне очень идут. Блески из серии Соблазн я просто обожаю. У меня пока их две штучки. Их в основном каталоге тоже, увы, к сожалению, нет. Они в распродажных листах для представителя. Когда появляются, я беру. Вроде их нет в основном каталоге. Вот не помню. А может и есть. Не знаю. Кто знает, скажите. И вот такой интересный розовый оттенок. Тут тоже у него так. Розовенький, с беленьким, красненький. Очень много блёсточек розовеньких. Это оттеночек. Вот такой вот. Интересный оттенок. Оттенок называется вроде сочный клементин. По-русски. Очень так же красивый. Вот этот розовый. Просто бесподобный. Очень-очень нежный. Не делает из губ губы Барби. Может быть за счёт того, что идёт смешение там и беленького цвета, и какого-то сливового, и красного. И вот такой красивый цвет. Вот на него сводчик. Просто бесподобный, красивый цвет. Вот у этого блеска. Это мои самые-самые любимые блески. Таких вот два. Далее у меня есть два блеска с эффектом объёма. Вот такие прекрасные два блеска. Тоже мои любимцы. Тут написано. Пухлые губки. Это представлены также у меня в двух оттенках. Розовый и жемчужный. Вот этот вот жемчужный. Не знаю, будет ли видно блеск. Блёсточки. Вот видно, как он блестит. Такой вот оттеночек. В таком оттеночке. Это жемчужный. Блески мне очень нравятся. Оставляют приятный, очень довольно холодок на губах. У них бесподобная. Просто мягенькая кисточка такая вот. Мягкая-мягкая, как пёрышко. Жемчужный блеск, как вы знаете, цвета не имеет. Вот такой. Ну, розовый практически тоже цвета никакого не имеет. Просто холодит губки, подчеркивает их. Немножечко блестит на губах. Очень хороший блеск. И вот в таком розовом оттенке перламутровом, без всякого блеска, тоже цвета на губах практически никакого не даёт. Вот как вы можете видеть, такой же. Я сейчас его даже потолще. Чуть-чуть нанесу. Вот так потолще, просто чтобы вам было видно, что оттенка он тоже никакого не даёт, а подчеркивает ваши губы. Вот. Это розовый, а вот это жемчужный. Ну, такой просто в тюбике, кажется, как будто он перламутровый. Ну, так же холодит губки. Очень хороших два блеска. Такие блески я люблю. Заказала ещё себе чуть потемней, потому что вдруг, хотя бы, чтобы был какой-то небольшой оттенок на губах. Блески очень хорошие. Следующий блеск, который есть также в моей коллекции, это вот такой вот блеск из серии «Дивный блеск» в оттенке «Игристое шампанское» у меня. Тут так мелко написано. Сейчас, если удастся вам показать. Вот. «Спаркинг Кристалл» в оттенке «Игристое шампанское». У него просто безумное количество блёсток. Тоже очень красиво смотрится на губах. Того затянула. Единственное, что мне не нравится, вот именно вот этот блеск в такой упаковочке, я сейчас вам далее покажу, ещё другие. У них кисточка, конечно, стандартная, вот такой спонжик, но он очень мало набирает продукта из бутылочки, и приходится, чтобы накрасить губы несколько раз. Это я заметила, вот такой прекрасный просто блеск. У него просто огромное количество блёсток разного цвета, и розовые, и жёлтенькие, и... Сейчас я вам покажу. И синенькие, и розовые, и всякие-всякие блёстки. Вот не знаю, будет ли он... Сейчас я потолще намажу. Очень мало продукта набирает этот спонжик. Вот все блески в таких вот тюбиках с такими спонжиками очень мало набирают. Вот так он переливается. Посмотрите, сколько у него разных-разных блёсточек. Очень красиво смотрится на губах. Просто бесподобно. Ну, я люблю такие блестки. Иногда хочется и такими блескучками намазаться, и куда-нибудь пойти. Следующий блеск мой для губ, вот точно в таком же тюбике, что я вам и рассказывала. Это бриллиантовый шик в оттенке вроде золотистое сияние. Он такой практически как нюдовый. Вот в таком оттеночке. Называется золотистое сияние. Я его взяла. Думала, он будет давать какой-то нюдовый цвет на губах. Но нет, он также абсолютно цвет не даёт. Просто губы блестят разными золотыми блёсками. И вот такой же точно спонжик, который набирает очень мало продукта. Я не знаю, может это мешается. Там вот эта защитная. Да, горлышко такое. Но его вытащить оттуда очень-очень тяжело. Вот такой вот. Также цвета не даёт. Лишь подчёркивает ваши губки вот такими блескучками. Вот такой. Он получается у нас с золотыми блёсточками. Очень красивый тоже. Если, может быть, в них лазить другой какой-нибудь кисточкой, то я не пробовала. Может быть, он будет набираться хорошо. Следующий блеск для губ из моей небольшой коллекции. Это вот такой, тоже в такой же упаковочке. Это блеск из серии «Сияние» вроде. Розовый лёд. Оттенок. Да. Розовый лёд. Оттенок. Вот такой. Вот такой. Не хочет. Вот такой вот оттеночек розовый лёд. Очень достойный блеск. Прекрасно наносится на губы. Также стала один из моих любимых. Вот такую кисточку. Кисточка такая же спонжик, как и у тех. Тоже набирает не очень много продукта. И создаёт такой лёгкий сиреневый оттенок. Как бы у него оттенок сирени. Очень красивый. Очень красивый, красивый блеск. У меня уже второй. Вот такой вот лёгкий, лёгкий сиреневый оттеночек. Очень красивый, немножко липкий. Но липкость меня не смущает. Далее, в моём арсенале, в подарок мне достался, присутствует также вот такой вот блеск. Это просто обычный блеск для губ с SPF 15. Спонжик имеет точно такой же, как представленный ранее. Но блеск без всяких блёсточек, просто обычный прозрачный блеск. Тоже абсолютно не достаёт продукт из этой баночки. Надо несколько раз лазить. Но если ничего не хочется, вот такой вот блеск. Просто без блёсток, безо всего обычный прозрачный блеск. Если ничего не хочется, просто намазюкал и пошёл. Ну, также немножко липковат. Далее, у меня есть тоже моё разочарование, которое я взяла. Не угадала с цветом, не угадала. Просто очень хотелось попробовать. Думала, будет очень красивый блеск. Вот в таком, также практически нюдовом оттенке. Кажется, что как будто там есть блёсточки. Но это абсолютно не так. Она матовая. Это у нас жидкая помада. Тут у меня уже всё в блёстках. Наносится просто ужасно. Какими-то комками. Кисточка у ней очень плохая. Вот, сами видите, я просто её нанесла. Может, её надо распределять. Конечно, как-то красить. Красить я её не умею. Вот такая ужасная у ней какая-то кисточка. Такая кисточка мне не нравится. Ей очень неудобно наносить этот продукт на губы. Вот такая лопата. И вот такой оттеночек. Ну, вроде выглядит, как на камере, довольно неплохо. Но наносится... Или он у меня загустел. Или он уже был такой густой. Но так как это представлено, как жидкая губная помада из серии «Великолепие шёлка». Вот такой оттенок. Вот такой оттенок. Это у меня оттенок. Натуральный шёлк. Вот, я думала, это будет натуральный. Очень красивая помадка. Нет, это что-то ужасное. Мне он абсолютно не подошёл. Очень-очень тёмный. Очень плохо наносится. Не знаю. Может быть, научусь им пользоваться. Далее. У меня имеется в моём арсенале вот такой вот мой тоже самый любимчик. Блеск от Арифлейма, который я заказала в себе. попробовать на пробу. У них как раз вышли какие-то новинки. Пахнет просто бесподобно арбузом. Это написано было там, что это жидкая губная помада энергоблеска от Арифлейма. В оттенке бронзовые искры. Вот такое. Нюда бронзы. Бронзовые искры. Очень много блёсток. Было заявлено, что она какая-то 3D. 3D помада. Но это на самом деле может быть так. Она очень странно смотрится на губах, хотя мне очень полюбилось. Очень полюбилась из-за такой вот кисточки. Вначале кажется, что это аппликатор. А нет. Это очень красивая кисточка. Напоминает как пёрышко. Очень-очень нежная. Посмотрите, какое обилие блёсток в этой помаде. В этом блеске. Просто гигантское количество блёсток. За счёт того, наверное, что в ней такое количество блёсток, она и создаёт эффект 3D. Вот такой потрясающий оттенок. Бронзовые искры. Кстати, очень маленькая. Тут всего 5 мл. На губах очень хорошо держится. Не особо она липкая. Стала моей любимицей. И пахнет бесподобно. Имеет запах арбуза, что ли. Или дыни. Ещё в моём наличии это уже у нас... Что же это такое-то? Это у нас увлажняющий бальзам для губ. Увлажняющий бальзам для губ. Нежный цвет. С пчелиным питательным воском. И он имеет лёгкий оттенок перламутровый. Вот такой он у меня в оттенке телесный. Вот. Очень хотелось попробовать. Его можно использовать как блеск, можно как помаду. Вот такой у неё очень интересный оттенок перламутровый. Без блёсток вроде. Вот такой. Не знаю, покажет он. Сейчас я её по-другому нанесу. И покажу вам. Единственное, слишком сильно. Не надо её вдавливать в губы. Лёгким-лёгким прикосновением её надо наносить. Вот она. Не знаю, видно, не видно. Она просто придаёт губам такой лёгкий перламутровый оттенок. Только если вы намажете слишком густо, она будет у вас забиваться в складки и собираться в белую плёнку. Поэтому я наношу очень тоненько-тоненько, лишь бы придать небольшой перламутр губам. Вот этот вот бальзамчик. Следующий бальзам, который у меня есть от Эйвона, это вот такие вот бальзамчики для губ. Лакомый кусочек. Из серии вроде лакомый кусочек. Вот это сахарное печенье. И шоколадные брауни. Вот таких у меня двух. Они были тоже куплены по распродаже. Очень недорогие. Такой вот жёлтенький. Безумно пахнет сахарным печеньем. Просто безумно бесподобно. Печенюшечками. Такой жёлтый. Многие девочки говорят, что оттенок какой-то жёлтый остаётся на губах, что он делает губы жёлтыми. Абсолютно он не делает губы жёлтыми. Вот, посмотрите, никакого. Вот такое просто сияние, как обычный блеск. Ну вот он. Такой вот. Очень нравится. Просто когда мажу на ночь, когда хочется вкусненького, мажу и ложусь спать. Очень довольно неплохо увлажняет идёт эти блески. Очень хорошие блески. И также вот этот шоколадный брауни. Безумно пахнет шоколадом. Даже каким-то какао. Ну, не пожалела, что я их взяла. Также вот. Ну, лёгкий-лёгкий, может, нюдовый оттенок. Лёгкий-лёгкий, прям практически незаметный. Ваши губы от него не будут, конечно, никакими не чёрными. Также в моём арсенале имеется и вот такой бальзам. Это у нас бальзам-уход для сухой кожи. Это интенсивно увлажняющий бальзам для губ с пчелиным маточным молочком и SPF 15. Взяла вот в таком тюбике, тоже за какую-то маленькую цену там. Тюбичек очень-очень маленький, вот даже с этой 5-миллилитровой помадкой. Вот так вот. Вот, ну, не больше стандартной помады он. Такой тюбик, там как вазелинчик. Единственное, из тюбика выдавливать удобнее, чем вот из этого, из этой баночки. Но мне кажется, это практически один и тот же продукт. Вот он там. Объём у него небольшой, 10 миллилитров. Он, как вы видите, он там лезет. Такой вот лезет. Имеет аппликатор, как многие блески имеют. И распределяется довольно мягенький. И распределяется по губкам. Оттеночка тоже никакого не имеет. Пахнет обалденно. Мёдом. Очень хороший бальзамчик. Также мой спаситель, мой зимний спаситель, это вот этот вот бальзам уход для сухой кожи с пчелиным воском, молоко и мёд. Я им пользовалась как бальзамом для губ. Единственное, что не очень удобно лазить туда пальцем, но это меня не смущает. Это моя вторая баночка. Вон, видите, как там уже тоже много я отковыряла. Его надо отковыривать пальцем. Очень это неудобно делать. Вот сам такой продукт, как вазелин. Просто наносите. Очень хороший, очень спас меня зимой, когда губы обветренны. Он буквально за несколько часов снимает всякую сухость и всякое обветривание. Вот это мой маст хэв. И последний мой бальзам для губ. Это я показывала вам. Вот такой. Заказала на Байкоинсе. Очень хороший бальзам. Такой какой-то ту-ту. Недорогой. Имеет вот такой вот шарик. Сделан в виде такого шарика. Пахнет нерезко. Нежно-нежно. Вроде я заказывала в вишневом оттенке. Вот точно не помню. Да, вроде пахнет вишенкой. Он абсолютно нежирный. Очень прекрасно наносится на губы и не создает... Девчонки, знаете, вот таких мокрых, липких губ эффекта он не делает. Вот. И довольно неплохо увлажняет. Губы не щипят после него. Тоже боялась покупать на китайском сайте. Нет. Все прекрасно. Очень хорошо увлажняет. Очень прекрасно лежит. Мазать на ночь или просто брать с собой. Да еще вот такая вот оригинальная упаковочка. Все на работе спрашивают, что это такое. Просто тоже такой небольшой бальзамчик. Все, девчонки, закончила я свою первую часть. Это все мои... Сейчас я поверну чуть-чуть. Вот это все мои бальзамы. Все мои бальзамы и блески для губ, которые имеются на данный момент, у меня сейчас в наличии. Вот. Ну, может, потом буду приобретать чего-нибудь еще. Спасибо вам за просмотр. Кому понравилось, кому не понравилось. Спасибо, девчонки. Ждите вторую часть про мои помады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова